Так, всем доброе утро, всем доброе утро, дорогие друзья, все, хеллоу, извиняюсь за опоздание. Жизнь такая, жизнь такая, что человек предполагает, Анна Еманова, шалом, а Бог располагает. И люди вокруг, они, к сожалению, не хотят вести себя, не хотят ходить в строю вообще, не хотят себя вести по правилам. Как мы вчера учили, что если бы не страх перед царством, так человек бы друг друга живыми бы глотал. Иши тревогу, человек ближнего бы своего живым бы глотал, представляете? Не кого-то там со стороны, а ближнего, вот так нам сказал Рабиханинас Ганакуаним, да? И это природа человека, дети, вообще люди дети, я вам так скажу. Все люди ходят по улице, вот пока его не трогаешь, он вроде спокойный. Чуть-чуть где-то ему что-то не нравится, человеку, он сразу становится дитем. Так, с днем рождения до Якова Шатадина мы поздравляем. Яков Шатадин, он вот сегодня там родился, молодец, да? И мы его с этим поздравляем с главным успехом в духовном материальном, чтобы он развивался и реализовал свой божественный потенциал в очень понятных, в очень полезных для людей активностях, да? Воикра, я считаю, это очень полезный, Яков Шатадин присоединился. Очень полезная активность, и Яков Шатадин привлекает автора. Ну, вообще, то есть он как бы является двигателем этого портала, директором, значит, Мазальтов, Яков Мазальтов. Как мы учили, чтобы про тебя сказали Ашрей и Олато. То есть нужно так жить, чтобы сказали счастливо, кто его родила. Вот, чтобы про тебя сказали счастливо, кто его родила, да. Все, значит, а мы продолжаем изучать третью главу. Третья глава, и сейчас у нас, как бы вообще, вот вчерашняя и сегодняшняя Мишна, их считается, что это одна. Но тогда это была бы очень длинная Мишна, и вообще непонятно, поэтому я разделил на две их, на два урока. Значит, вот смотрите, сказал, как мы вчера изучили, Раби Ханина Сган Акуаним, он заместитель Коинов, да. Раби Ханина Сган Акуаним. Он сказал нам, чтобы мы молились за царство, что если бы не страх перед ним, человек бы ближнего своего глотал бы живьем. Теперь вступает Раби Ханина Бен Терадион. Значит, интересно, что и Раби Ханина Сган Акуаним, и Раби Ханина Бен Терадион были среди десяти мудрецов, которых убили римляне за то, что они преподавали Тору. Это было очень такое печальное событие, что римский наместник, который он схватил и арестовал десять самых больших мудрецов того времени, и, значит, говорит, если вы мне не объясните, почему, на каком основании братья продали Йосефа, своего брата. То есть в Торе написано, что братья десять колен, они продали своего брата Йосефа, значит, продали своего брата Йосефа. И украли и продали. А мы знаем, что по Торе, значит, за то, что крадут человека и продают его в рабство, за это смертная казнь. И он им задал вопрос, говорит, что же делать, говорит, а этот наместник говорит, как же вы его, объясните мне это, да, почему они это сделали, но их считают садиками. Если вы мне не дадите объяснение, которое меня удовлетворит, то я вас казню вместо этих десяти братьев. И они, значит, собрались, эти мудрецы в тюрьме не сидели, и раб Ишмаэль, который бывший первосвященник в храме он был, и он поднялся на небо и говорит, вы знаете, говорит, даже не надо ничего отвечать ему, да, ответов, ну, есть ответы, но, говорит, это было постановление на небе, не к зира к зира, то есть уже постановление на небе о нашей смерти было вынесено, и давайте примем смерть, значит, и все. И они, раби Ативу, разрывали там металличными ключами, а он говорил, он всю жизнь об этом мечтал. Раби Ханину бенту Родиона, его обмотали Торой и сожгли вместе с Торой. Там страшной смертью они все погибали, но они это с радостью воспринимали, как недавно я читал, буквально пару дней назад, раби Эльханан Вассерман, был такой раб Эльханан Вассерман, который после Хавецкама был глава литовского еврейства, вот этого всего литовского мира, Агудады Страэль, и он, когда его нацисты, его и учеников Ешива Барановича вели на расстрел нацисты, да, он им объяснял законы Тиду Шашем, он говорит, это мы сейчас как жертва, да, искупительная жертва для еврейского народа, и как жертва у нее должны быть все чистые мысли, чтобы у нас не было ни одной нечистой мысли, значит, в плане вот мы сейчас приносят, мы как жертвоприношение, да, и он спокойно, значит, все, их у всех убили, вот, это очень такой высочайший уровень веры настоящей и духовности, что, ну, и когда этот вопрос задавали, ангелы даже Богу задавали, почему, говорит, это что, Тора, это награда за Тору? Так Бог сказал, он говорит, смотрите, говорит, я могу их оставить, но уничтожить весь мир, то есть у всего мира не было заслуги для того, чтобы существовать, люди так мало вырабатывали вот эту вот духовную энергию, ради которой вообще мир существует, что только смерть вот этих вот десяти великих людей, которые с радостью шли на смерть, она искупала всю бездуховность всего остального мира, то есть если бы он их оставил, то надо было бы весь мир уничтожить, бездуховный, на то время вот этих вот зверей, которые их убивали, да, потому что те, кто их убивали и смотрели на это, вот это звери настоящие. Хорошо, и вот, значит, этот рабе Ханина Бен Торадион, он говорил такую вещь, значит, что он нам говорил, он говорит двое, которые сидят, и нет между ними слов Торы, это собрание насмешников таких вот, ну насмешников, скептиков-насмешников, лейцим, лейцанут, это такие клоунов, это собрание клоунов, да, вот так вот, если точно перевести, значит, сидят двое, и нет между ними слов Торы, значит, это сидят клоуны, все. Теперь Шенеймар, как сказано, как сказано, значит, у бемашав лецим лея шав, это царь Давид, он говорил в псалмах, это первый псалом, среди 150 псалмов царя Давида, и там он говорил, что, говорит, я бемашав лецим лея шав, я среди вот этих вот клоунов не сидел, говорил царь Давид, да, теперь дальше, но, а вальшнаем, ну двое, что сидят и есть между ними слова Торы, божественное присутствие находится между ними, Шенеймар, откуда мы это знаем, в пророках сказано, тогда будут говорить боящийся Бога человек к ближнему своему, и слушает Бог, и будет Бог слушать, и услышит, и запишет их в книгу воспоминаний, Лифанав, перед Богом, запишет их, как поставит на них как бы знак, для боящихся Бога, и для тех, кто думает его имя, то есть, как бы те, кто учат Тору, они на самом деле, они же не Тору учат, они общаются с Богом, потому что Тора это слова Бога, о том, как мир работает, что в нем надо делать, то есть, и когда проявляешь внимание к Торе, то ты проявляешь по факту внимание к Богу, то есть Тора это только инструмент заполнить свою мыслительную вот эту вот коробку, свой компьютер, это как программное обеспечение, но когда ты это программное обеспечение в себя, как бы загружаешь, даунлоуд, то ты прикреплен к производителю программного обеспечения, то есть к Богу. Значит, дальше он продолжает, это очень длинная мишна, он говорит, написано про двоих, хорошо, так что получается, если двое сидят, и между ними есть Тора, значит, они на Wi-Fi присоединены к Богу, а если один, откуда мы знаем, что даже один, который сидит и учит Тору, занимается Торой, что Бог устанавливает ему награду, откуда мы знаем, как сказано, «Юшев Бада Твой дом», сказано так, что сидит он один и молчит, Тина Таляла, потому что взято на него. Это отрывок из книги Эйха. Значит, как из него учится, я, честно говоря, не понял, что тот, кто сидит один и молчит, Тина Таляла, что взято на него. Но, как бы мудрецы знали, Раби Ханин Абентураден знал, как из этого доказывается, что даже один, который учится, занимается Торой, что Катош Бараху Бог ему устанавливает награду. Давайте теперь переведем это на наш простой уровень понимания, что из этого можно для себя выучить. Значит, первое, обращают внимание, что вот на связь между этих двух высказываний был Раби Ханин Азганаку Аним и Раби Ханин Абентураден. Это как их составитель Мишна Раби Уданаси, он их сложил в одно, в одну Мишну. И что там сказано, если взять вместе? Первое Мишна сказано, что если бы не страх перед царством, земным и небесным, люди бы глотали друг друга живьем. То есть, вот какой бы был уровень у них взаимоотношений, если убрать всю духовность, если убрать все правила, если убрать, что Бог сказал, это добро, это зло, если убрать, что нельзя там обижать слабого, надо помогать и так далее. Если все это убрать, вот всю вот эту вот философию, жизненный взгляд, если все это убрать, что остается? Человек бы ближнего своего глотал бы живьем. То есть, была бы только борьба за власть, в которой бы выигрывал кто? Сильный. Сильный, он бы все себе забирал, он бы забирал себе там все, ну там женщин самых красивых, детей бы обижал, дети маленькие, слабые, пнул его, и он улетел, и все. А что, кто будет еще за ними? Как-то защита, там не защита, вообще. Значит, и вообще кто сказал, что дети нужны? То есть, если человек живет только для себя, и у него нет никакого будущего, да, то зачем ему детей рожать? Кто ему вообще эти дети? Столько головняка, он на себя взваливает целую, ну, забота. То есть, если мы уберем всю Тору, остаются животные, которые человек бы ближнего своего глотал бы жильем. Теперь переходный, это была первая мишна. Вторая мишна, Раби Ханина Бен Торадион, он начинает с того, что, что, вот, двое, что сидят, и нет между ними слов Торы, это собрание клоунов. Значит, он переходит на второй уровень, о чем говорят люди простые, которые без Торы, но они как бы в какой-то концепции, назовем это, сейчас, главная в мире концепция, это общество потребления. То есть, они сидят, и обсуждают, ну что, ты типа, видел фильм новый? Не, не видел, а что? Ой, вообще, я смотрел, классный фильм вообще, а ты лошок не смотрел. А, я посмотрю, хорошо. А ты видел, я вот купил там, шортики, Зара, по стидке, а ты лошок купил без стидки. И вот они, вот это вот, их разговоры, примерно друг с другом, они обсуждают предметы потребления, которые они потребляют, или собираются потребить. И, значит, друг перед другом, они как бы меряются, кто круче, кто не круче, потому что, есть потребность в потреблении, есть потребность в принадлежности, и есть потребность в уникальности. И они вот таким образом, все их разговоры, они вертятся вокруг вот этих потребностей, да, потребление, принадлежность и уникальность. Я потребляю больше, чем ты, я уникальный, лучше, чем ты, а вот, и остальных давай мы обсудим, и найдем у каждого свой недостаток, потому что, чем больше я найду недостатков у других, тем круче я как бы в своих глазах, что как бы все эти самые, а я д'Артанианда. Все, политиков разберем, все варюди, значит, не политиков разберем, все варюди, и так далее. Значит, Раби Ханина бен Тураден, он сказал это одной фразой, что двое, что сидят, и нету между ними Диврей Тура, это собрание клоунов, все, они клоуны. Теперь дальше. Но если сидят двое, и есть между ними слова Торы, то есть они говорят о духовности, о том, что является сутью человека, они изучают, каким образом служить Богу, который хозяин мира, и создал мироздание, они изучают, как правильно в этом мироздании действовать для того, чтобы на следующем ходе перейти в следующий уровень игры, да, они рассуждают о том, как убрать последствия своих прошлых ошибок, и это называется тшуа раскаяния, и так далее, то есть они, они занимаются Торой, что Тора это учение, Тора это свет, Тора это как работает мир, как работает человек, и что Бог от нас хочет, да, то тогда, конечно, это совсем другое дело, говорит нам Раби Ханина бен Тураден, и он нам говорит, тогда Шхина Шрайбе и Наем, тогда божественная присутствие находится между ними, то есть они говорят о Али Пугачевой, например, Алла Пугачева находится между ними, если они говорят о Боди, значит Бог находится между ними, то есть понятное дело, о ком говорить, о Али Пугачеве или о Боди, это, можно что-то, пожалуйста, о ком говорить, о Али Пугачеве или о Боди, это уже выбор человека, теперь дальше, и дальше он это доказывает из книг пророков, что тогда, когда уже будет божественное присутствие, ясно, и так далее. То есть вот эти доказательства из письменной Тора, они особо, они, естественно, говорят очень много тем, которые знают всю Тору, и они могут из, как устроена технология, да, есть письменная Тора, это книги пророков, это пятикнижие, то, что Моисей получил на горе Синаи, это все то, что вот было проверено пророками, письменная Тора, что это все конкретно, каждое слово, каждый знак, это все проявление божественного, проявление божественного, назовем это интеллекта, воли, божественная воля, проявление божественной воли в этом мире, это все Тора. Теперь дальше была Тора письменная, это как аксиома, это как программный код, и Тора устная, это как понимать письменную Тору. И дальше вот то, что мы сейчас изучаем, это Тора устная. То есть ее записали в 120 году нашей эры. Раби Иуда Анаси, когда евреи уходили почти в двухтысячелетнее изгнание, то он, зная, что будет это изгнание, и понимая, что всякое будет, когда изгнание, это как наказание, он понимал, что устная Тора может забыться, и он записал тогда Мишнает, вот это устная Тора, шесть разделов Мишны, он записал, и то, что мы сейчас изучаем, это раздел, который называется Ущербы, один из трактатов раздела Ущербы, мы изучаем перте вот. Значит, но в устной Торе, как оно было? Устная Тора, это же объяснение письменной Торы, и когда, даже не совсем объяснение, это другая проекция письменной Торы, то есть есть письменная Тора, которая записана там, это как сжатый файл, а устная Тора, это его раскрытие, этого сжатого файла, это проекция, то есть не обязательно это объяснение, потому что иногда на одно слово в письменной Торе, оно раскрывается в целый набор законов, которые вообще, ну, то есть, они все, они учатся из одного слова, или из грамматического какого-то нюанса в этом слове, то есть это такой сжатый файл. Значит, и что мы сегодня поняли, что если двое сидят у Чатору, тогда между ними есть божественное присутствие, и Бог их записывает, Бог их записывает, как Ирэшем, боящийся Бога, в Эхушвейшмо, и думающих о Его имени, да? Да, и что тогда? Теперь, и Он их запишет в книгу Зикарон, в книгу воспоминаний. То есть, что такое записать, когда Бог записывает человека в книгу воспоминаний? Это имеется в виду как раз, что в эти моменты человек переходит на следующий уровень своего развития, и его, вот эти вот слова о Боге, о Торе и так далее, они записываются на его душу, и, то есть, его как бы самоосознание, вот, обычно человек, он прикован своим самоосознанием к своему телу, то есть, он как бы себя не воспринимает вне тела. Вот есть я, это мое тело, есть я, это мое прошлое. Он как бы прикован к своим прошлым каким-то историям. Кто такой я? Я это тот, кого, я там из Харькова. Кто такой я? Я, там, телец по гороскопу, да? Откуда ты знаешь, что это телец по гороскопу? Ну, так мне сказали. Ну, то есть, человек живет в истории, в какой-то истории о том, кто я. И если эта история, она полностью материальная, то тогда, с умиранием тела, его я, как бы, его вот это вот, все равно история, умение говорить, умение мыслить, это уже божественная функция. Но если эта божественная функция была вся прилеплена к материальному, то она не поднимается потом выше. Ну, на небо, там, рай, грядущий мир. Если же человек, он учил Тору, говорил о Боге, то тогда Бог его записал в книгу Зикарон, Ли-Ре-Шем, для боящихся Бога, да? Ли-Фанав Ли-Ре-Шем в Рехушвейшмо. Среди тех, которые боятся Бога и думают о Его имени, то есть, который и в этот момент идет поднятие на следующий уровень. Потом приходит момент смерти, он приходит ко всем. Обычный человек думает, блин, как же я все здесь оставлю, а как же Алла Пугачева без меня будет, а как же так, все мои, у меня билеты на концерт куплены, я же собирался еще поехать туда, а у меня же еще там ипотека не выплачена. И он весь, весь он, как бы, ему умирать уже, а он не может умереть, потому что у него тысяча дел тут незаконченных, да? В магазин надо идти, и туда надо идти. И он весь, как же так, как я буду жить, что за... И он не может умирать, он как... Говорят, что когда человек умирает, есть там 900 видов смерти. И самый тяжелый вид смерти, это когда душа выходит из тела, как репейник из шерсти, зацепленный. То есть, она полностью настолько, она сцеплена с этим миром, что она прям вообще не может от него оторваться, куда, нет, только не уйти отсюда, у меня билеты на концерт куплены, все. И значит, а самая смерть у цадиков, у праведников, это смерть, о которой надо молиться. В прошлой недельной главе, вот Арон так умер, да? Он пришел на гору, прям своими ногами дошел, все отлично. Снял свою одежду первосвященника, передал сыну. Сын его одел эту одежду первосвященника. Он сказал, ну и все, сынок, до встречи. Я пошел к... написано, присоединился к своим предкам. Я пошел к своим предкам, значит, а жду тебя там. Все, пока, значит. Лег, закрыл глаза и умер. Смерть праведников называется, как волос выходит из молока. То есть его душа, как волос из молока, спокойненько, вышла из этого мира. Он здесь ни за что не держался. Нет у него никаких билетов на концерт. Он мне как бы не переживал особо. Ну, то есть у него, он все время говорил о Боге, заповеди, Бог, духовный мир, рай. Когда Равыцкок Зильбер умирал, есть такая книжка. Называется «Мавар Ябок». «Мавар Ябок» — это как Яков переходил реку Ябок, когда он воевал с Исавом, с анделом Исавом. Вот это все. Ну, целая глубина мистика и каббала. Но есть такая специальная книга, которую читают перед смертью, потому что это как переход через реку эту, переход в другое качество. И он эту книгу прочитал, тоже закрыл, вся семья его собралась, он попрощался и ушел. Все. Вот так вот умирают садики. Все. И даже если один человек учит Тору, то что написано «сидит один в Идом», Идом — это есть такое слово еще «дмама дака», что Бог, он в тишине, в тонкой тишине. И когда он сидит и учит Тору, и он находится в этом состоянии «дмама дака», то есть тонкая тишина, то есть он не в этом мире, а он сквозь тишину переходит в другое вот в это вот пространство. Наталь еще как накрыла на него, то есть на него идет все то, что есть в Торе, тоже на него на одного идет. Вот так мы сегодня изучили очень длинную и сложную мишну, которая состоялась в двух частей. Как живут люди без страха перед Богом, они друг друга готовы глотать живьем. Как живут люди, которые просто нормальные люди, а не собрание насмешников. И как живут люди, которые учат Тору, они постоянно общаются с Богом, и значит Бог их записывает в книжку Зикарон, то есть они уходят в вечность. Все, удачи, успехов, слава Богу, что мы удостоились изучать Тору, говорить о том, что Бог хочет, то есть как-то стараться выполнить то, что Он хочет. И чтобы Бог нам дал для этого возможности спокойненько учить Тору и приближаться к Богу без всяких проблем, которые Он посылает тем, которые не хотят идти к Богу. Так Он им посылает проблемы, что может они очнутся, проснутся, как бы они поймут, что в этом мире, как ты не крутись, все равно ты из проблем не вылезешь. Поэтому лучше спокойненько меньше проблем, больше духовности. То есть проблемы нужны для того, чтобы человек проснулся и вспомнил о духовности. Все, удачи, успехов, благословений. Значит, напишите, пожалуйста, свои выводы. Выводы, чем больше ты учишь Тору, тем лучше. Все, самое важное. Чем больше ты заполняешь свою голову Торой, тем у тебя больше шансов заполнить свою жизнь светом. Чем ты на пустое место, когда ты убираешь Тору, туда обязательно проваливается злость, ненависть, обида, зависть и так далее. То есть все это наполняет в пустое место, когда человек просто говорит, вот я сейчас убью время, повешу. То туда обязательно мир начинают качать всякие отстой. Все, друзья. Значит, удачи, успехов, напишите свои выводы. Пока.